Детская музыка Но, к сожалению, дистанционная форма обучения и карантин, в котором мы сейчас все находимся, заставили меня изменить первоначальный план, и мне придется сделать методическое сообщение с показом записей. С удовольствием вам представляю записи моих учеников разных лет, которые исполняют произведения из тех сборников, которые я сегодня вам представляю. В издательстве «Аллегра» в марте 2020 года вышли две тетради моих трудов. Это переложение крупной формы для арфы, фортепианной музыки. Дело в том, что эта тема меня волнует достаточно давно. Конечно, я не теоретик и не претендую на музыковедческий анализ. Я говорю о своих наблюдениях и размышлениях. Дело в том, что если открыть любую программу концерта городского разных педагогов, вообще любого концерта за последние несколько лет, в них практически не встречается произведений крупных форм. Все играют две пьесы. И это вполне объяснимо, потому что, как мне кажется, исполнение крупной формы не позволяет ученику раскрыться столь ярко, как они могут показать себя в разнохарактерных пьесах. И поэтому, конечно, преподаватели предпочитают давать пьесы из расчета на конкурсы и из расчета на победы. И сильно упускают крупную форму. Для меня же крупная форма принципиально любимое произведение. Я считаю его основой обучения. Почему? Об этом как раз и собираюсь с вами сегодня поговорить. Субтитры создавал DimaTorzok Одна из самых доступных детскому пониманию видов крупной формы – это вариации. И я стараюсь их включать в репертуар, начиная со второго класса. Наш базовый репертуар крупной формы для второго класса встречается всего в трех видах. Санатина Денкомба, Санатина Вильтона и Санатина Варнхаля. Но на самом деле у нас есть возможности играть огромное количество фортепианных вариаций в приложении для арфы. Если какие-то вариации оказываются слишком трудны, их попросту можно исключить, выпустить эту вариацию. Эта практика не новая, в ней нет ничего предосудительного. Чем же так полезны вариации? Основная польза, которую дети получают от изучения вариаций – умение слышать тему в разных ее видоизменениях и ощущать единство темы и вариаций, понимая при этом принцип варьирования. Если эта задача достигнута, ученик сразу сильно продвигается в своем умении осмыслять музыкальный текст впоследствии. Чем полезны вариации кроме этого? Дело в том, что весь XIX век арфово-салонного музицирования опирался в основном на этот жанр. Написано огромное количество вариаций в двухтомнике Доброохотова «Прекрасный выбор». Но почему-то в современной этой практике концертной эти произведения крайне редко исполняются. Мне кажется, потому что современное восприятие музыки и мышление современного человека уже не воспринимает этот жанр. Он слишком долгий. Мы так привыкли к быстроте, к динамике развития жизни и музыки, что нам скучно слушать 10 вариаций. Поэтому в концертной практике в основном это вариации пост-венецианский карнавал, сальседа, вариации на старинную тему. И что еще? Даже и не вспомнить на лету. Крайне мало. А мчеделов, конечно же, мчеделов, вариации на тему погонений. Вот, собственно, и все. Поэтому, к сожалению, весь этот богатейший пласт русской культуры мы постепенно упускаем. Все больше ориентируясь на сборники зарубежных композиторов Андре, Скайлы Канги. И постепенно теряем ту вековую связь культуры музыкальной, которая пришла к нам, собственно говоря, из глубины веков, которые присущи именно нашей музыкальной культуре. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Большинство вариаций, написанных для детей, опираются на народные песни, что тоже позволяет в работе с ними опираться на их слух, на их интонирование, потому что русская музыка, конечно, течет у нас в крови. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Своеобразие вариаций состоит ещё и в том, что они носят всё-таки жанровую основу. Очень часто вариации – это набор жанровых миниатюр на одну тему или на один бас, что позволяет ученику мыслить более длинными, более глобальными масштабами. Потому что видоизменение темы в разных жанровых произведениях создаёт предпосылку для того, чтобы ученик воспринимал мир неодномерно. Тема проявляется то в вальсе, то в мазурке, то в марше. При этом она сохраняет свою собственную единую мысль. Она сохраняет свой темп и свою внутреннюю пульсацию. Умение увидеть в разных фактурных изменениях общность подвигает ученика в смысле мышления глобальными категориями. И это необыкновенно полезно для его развития. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ученики средних классов, как правило, сталкиваются не с сонатами, а с сонатинами. Сонатины – это маленькие сонаты. Они проще по замыслу и короче по времени. В них не используется такая плотная и сложная фактура. И тем не менее они готовят ученика к исполнению настоящих крупных сонат. Огромное значение для развития ученика имеет более продвинутый жанр крупной формы, а именно соната. Я, например, считаю сонату основой обучения и формирования культурного уровня ученика. Почему это так? Потому что, на мой вкус, соната кардинальным образом отличается от других произведений. Как мне кажется, любая пьеса может быть разобрана с точки зрения конкретного образа. Поэтому дети быстро и легко схватывают идею. Как правило, в сонате невозможно предложить конкретные образы. Крайне редко какая-то тема вызывает у нас конкретные ассоциации. В основном соната позволяет композитору отразразить душевный мир человека. Она дает огромные возможности, потому что позволяет использовать контрастные темы. Учит ребенка видоизменениям этой темы. И сонатная аллегра подводит нас к более философскому пониманию мира. Чего лишены в основном ученики, которые изучают только пьесы. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон.